Приветствую вас, и ситуация такова, что когда мужчина узнает, что женщина рядом с ним беременна, то очень часто у него пропадает к ней влечение, потому что женщина теряет свою внешнюю привлекательность, а мужчина, как существо, которое любит глазами, естественно, перестает ее хотеть. Отчасти это может проецироваться на других девочек, то есть мужчина может вообще немножко огладеть к сексу, и, отвечая на ваш первый вопрос, может ли мужчина быть за 3 месяца не хотеть секса, ну при определенных обстоятельствах, конечно, может. То есть секс это не та потребность, которую как бы жизненно необходимо удовлетворять. ну многое зависит от темперамента еще, от особенностей организма, конечно же. Но теоретически это возможно. Значит, что можно сделать, чтобы сохранить семью, так как вы видите, что ваши отношения сейчас переживают не лучший период. Ну, во-первых, не нужно на мужчину давить. Это первое и самое главное условие. Не хочет мужчина, не нужно. Он с вами, он не изменяет. И это хорошо. Как бы нельзя доставить его против воли, вас хотеть. И он это сам не может доставить себя сделать при всем желании. Он может быть и рабом, но не может. Соответственно, в этой ситуации вам нужно поступить немножко мудрее. Раз сфера секса пока является недоступной, переберите другим. Лаской, заботой, ненествой, теплом, внимательностью, пониманием, поддержкой. Сможете дать все это в необходимых количествах. Мужчина никогда вам не изменит и не против вас. Просто потому, что морально и чувственно будет к вам привязанным. Когда же вы родите и ребенок у вас более-менее подрастет, вы сможете заняться собой, привести фигуру в порядок и у вас у нас восстанавливается интимный режим. То есть, нужно по возможности разделять сферу секса и сферу, как бы сказать, личностного взаимодействия. И если одна сфера сейчас переживает кризис, то нужно стараться в другой сфере вдвойне преуспеть, чтобы таким образом мужчину удержать. Если вы и в личностной сфере будете испытывать трудности или генерировать проблемы, то, к сожалению, велика вероятность, что мужчина не бросит вас, но изменит. Что, естественно, послужит очень серьезным ударом для вашего брака. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться тех как бы рекомендаций, которые я озвучил. Если, конечно, вы этого мужчину любите, если видите, что он любит вас и если желаете сохранить семью. Кризисы бывают у всех пар и важно их правильно пережить, важно их грамотно обойти и адекватно вести себя в тяжелых ситуациях. За что мужчина будет вас только уважать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в лично помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.